Национальная кухня, лучшие творческие коллективы и батуты для самых маленьких. Микрорайон фонтаны отметил настоящий праздник – создание нового сквера. Все началось с молитвы. Затем участники акции оставили свои пожелания будущим поколениям. Капсулы памяти вскроют через четверть века. Принять участие в закладке нового парка приходили целыми семьями. Ведь личный пример – это лучший способ воспитания нового поколения. Только так мы можем сохранить наши традиции. Платаны, кипарисы, пихта и можжевельник – каждое посаженное дерево – символ мира и процветания на полуострове. Общим воодушевлением удалось возродить добрую традицию крымских татар – озеленять родную землю ранней весной. Возродить традицию кошар, да, я к этой идее приложился. Считаю, что добрые традиции, которые сплачивали наше общество, вот эти социальные институты взаимопомощи, они должны культивироваться в обществе. И еще раз напомнить крымским татарам, в целом крымчанам, что мы сообща, делая что-то общее, полезное для всех, становимся ближе к друг другу. В акции всей семьей принял участие и один из основателей микрорайона – известный ученый Умер Абдулгазис. Он помнит фонтаны еще не обустроенным участком земли без каких-либо коммуникаций. Теперь это современный развивающийся район Симферополя. Парк станет главным местом досуга и общения для всех местных жителей. К доброй акции присоединились государственные учреждения и общественные организации. Свою аллею в будущем парке высадили и члены Совета Крымско-Татарского народа при главе Республики. «Мы на родной земле создаем зеленую зону, благоустраиваем ее. Мы очень горды этим. На самом деле Кашар для нас стал настоящим праздником». «Самое главное, что все пришли со своими детьми и уже со своими внуками. Для нас, конечно, это очень символично, потому что дерево символизирует вот этот ствол генетический. Поэтому всех поздравляю». Долгие годы местные жители боролись за этот участок земли. Однако спорная территория при содействии депутата Государственной Думы Руслана Абальбека вновь стала народным достоянием. «Хотел, конечно, поблагодарить Руслана Исмаиловича обязательно в том, что он главным идеологом и вдохновителем этой всей идеи, которая в итоге родилась и была задумана и сегодня уже начала практическую свою реализацию». Все собравшиеся в этот день своим личным примером продемонстрировали заботу об окружающей среде. Созданное своими руками каждый будет ценить и беречь. «Мы посадим парк, деревья и будет возле наших школ очень красиво». «У нас растут дети, у детей будут внуки и наши старики будут приходить в этот парк. Это не только для нашего одного микрорайона, для любого жителя города Симферополя могут приехать отдохнуть». «Зеленый парк, его как раз нам не хватало, а то это был пустырь заброшенный. Надеюсь, что в будущем лет через пять это будет зеленый, красивый парк». «Будущий парк будет радовать не одно поколение горожан, и наша съемочная группа решила оставить свой след в истории. Так что через годы можно смело сказать, это дерево посажено телеканалом «Миллет». «Всего было посажено 200 молодых саженцев. До конца года парк будет полностью благоустроен. Появится прогулочная аллея и будет оборудован фонтан. Группа профессиональных дизайнеров уже приступила к работе. А через 25 лет послание из капсулы времени напомнит уже новым поколениям о том, как возрождался микрорайон фонтаны». Айша Шулакова, Султанья Ситакаева, Асанзий Вадинов, Магомед Несторов, телеканал «Миллет».